Через несколько недель деревня Лунная Поляна наполнится туристами, что желают покорить местные склоны. Но на ближайший месяц этот объект безраздельной власти археологов, которые проводят раскопки на месте древних курганов, хранящих под клоем земли немало тайн и артефактов. Фронт работы немаленький. В общей сложности ученым предстоит исследовать три десятка могильников. Все эти курганы по нашим пока только предположениям относятся к самому концу первого тысячелетия до нашей эры. Все курганы, вот эти, это каменные курганы, это каменная насыпка над захоронением. В любом случае, курган это, как правило, все-таки могила или несколько могил. Бывает в одном кургане две или три могилы. Мы надеемся, что мы все-таки, несмотря на суровые погодные условия, мы все-таки успеем, уложимся в сроки, не задержим строительство. Работают археологи каждый день практически до темноты. Условия признаются тяжелые. Холод, промерзшая земля и большие камни. Чтобы снять верхний слой грунта, пришлось нанимать экскаватор. Остальное копают вручную, расчищая землю с ювелирной аккуратностью. Сейчас мы находимся на самом большом кургане из тех, которые нам подлежит исследовать. Его длина была около 30 метров, там в ширину практически 20 метров и в высоту до 2 метров. Сейчас мы уже находимся, скажем, на завершающем этапе его исследования. Исследуются бровки, которые были изначально наставлены для стратеграфии, для определения слоев формирования этого кургана. После исследования бровок мы планируем уже уходить на подкурганные конструкции и надеемся найти уже основное погребение, ради которого эта вся конструкция возводилась. За месяц работы археологам удалось обнаружить десятки интересных артефактов, среди которых двулезвенные мечи, железный боевой топорик, наконечники отметательного оружия, а также множество фрагментов женских украшений. Но, пожалуй, одна из самых любопытных находок – амулет с изображением головы медузы Гаргоны, который позволит понять, к какому веку относятся найденные поселения. Все это дало мне понять, что, в принципе, весь этот набор инвентаря как раз говорит о том, что, скорее всего, вот это погребение относится к самому концу третьего века, возможно, второй, ну и, возможно, там, начало первого века до нашей эры. Вот это все нерядовое захоронение. Это не царь, это не князь, это не вождь, но это нерядовой человек, которому это все положили. Вот, то есть, ну, какой-то, так сказать, более высокопоставленный. Рядовые курганы, рядовые могилки, скелетик сейчас лежит или не лежит, там, неважно, если он не сохранился, и какая-нибудь одна вещичка или вообще ничего, горшок. С найденными артефактами еще предстоит много работать, но в итоге после реставрации все они будут переданы в Государственный музей Карачао-Черкесии. Археологи надеются, что Роскоп еще преподнесет им немало сюрпризов, тем более, что работать здесь они будут до середины декабря. Дарья Назарова, Айвар Барануков, Архиз-24.